Чем живет один из аграрных уголков страны? Регион с богатой историей и насыщенным настоящим. Здесь и сейчас в субботнем эфире 4 канала еженедельная программа 7 дней Барановичский район. Добрый вечер, меня зовут Анастасия Цикун и вот о чем в сегодняшнем выпуске. Новый молочный комплекс открыли в Столовичах Агра. Завтра работники сельскохозяйственной отрасли отметят профессиональный праздник. С наукой в будущее конкурс исследовательских работ среди школьников. В Барановичском районе открыли новый молочный комплекс в Столовичах Агра. Это продолжение масштабной программы модернизации животноводства. Только в прошлом году в Брестской области реконструировано и построено более 20 молочно-товарных ферм и комплексов. Еще 7 месяцев назад эта площадка в открытом акционерном обществе Столовичи Агра пустовала. А сегодня здесь уже построена первая очередь нового молочно-товарного комплекса. Два коровника, молочно-даильный блок, выгульные площадки, сенажно-силостные траншеи, газовая котельная. Комплекс только-только введен в эксплуатацию, но постепенно его заполняют коровами и уже успели сдать первое молоко сорта «Экстра». Начальник комплекса Наталья Полу-Лех только-только привыкает к новой должности и новым условиям. Тщательно следит за тем, чтобы с первых же дней работа была организована на достойном уровне. Среди прочего радуется современному оборудованию для подогрева воды в поилках и антеннам, которые выявляют коров в охоте. У нас созданы все необходимые условия не только для работников данного комплекса, но и по содержанию и кормлению животных. Коровы у нас содержатся в беспривязном содержании, доступ свободный как для кормового стола, так и паения. Обслуживает у нас тракторист на самоходном кормораздатчике. Что касается доения, то у нас дойка современная, вествалевская дойка. Удобно работать всем дояркам, потому что обслуживание идет чисто все механизированное. С открытием нового молочно-товарного комплекса коллектив хозяйства приехали поздравить представителей районной власти, генподрядных и субподрядных строительных организаций, руководителей сельскохозяйственных организаций района. Грамотами за добросовестный труд были награждены те, кто внес свой вклад в возведение объекта. Также накануне профессионального праздника, грамоты в том числе областного уровня, получили лучшие работники столовича Агра. Лесочка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя половница. Это уже третий современный комплекс в столовичах Агра. На возведение первой очереди затрачено более миллиона рублей бюджетных средств, а также около трех миллионов рублей кредит молочного комбината. Значительная часть работ была выполнена хозспособом. Сейчас комплекс рассчитан на 895 голов дойного стада. В будущем это число вырастет. После выхода на проектную мощность планируется увеличение дойного поголовья на 300 голов коров, увеличение производства молока более чем на 1000 тонн. Конечно, это и налоги в районный бюджет, это и заработная плата в хозяйстве, это рабочие места. Всего в районе это 22-й вводимую эксплуатацию, комплекс с доильно-молочным залом. И все наше поголовье района составляет 21 тысячу голов. Коллектив нового МТК уже почти сформирован. Всего тут будет работать 24 человека. Работников требуется немного, поскольку современное оборудование позволяет автоматизировать большинство процессов. Контроль со стороны специалистов проще осуществлять. Рабочему персоналу легко работать, потому что день работают, день отдыхают. И еще выходные будут. И уменьшается количество людей. Их увеличивается зарплата у людей в несколько раз. Но их получается, если так уже где-то будет 1200 голов, если все вместе будет, и телята, и все остальное. А зарплата будет в районе где-то полторы-две тысячи в каждом. Планируется, что вторая очередь строительства молочно-товарного комплекса «Столовичи-2» будет введена в эксплуатацию в следующем году. Тут появятся два телятника, цех «Роздои» и «Сухостоя», а также еще три сенажно-силостных траншеи. Завершается сельскохозяйственный год, потребовавший от агрария внедюженных усилий, организованности и трудолюбия. Убран урожай, увеличено производство животноводческой продукции, создан задел на будущий 2021 год. А значит, самое время чествовать работников сельскохозяйственной отрасли, которые ежегодно в 3-е воскресенье ноября отмечают свой профессиональный праздник. Поскольку из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации масштабный праздник, посвященный Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, провести не удалось, в каждой из сельскохозяйственных районов было организовано свое чествование лучших работников. На Барановической птицефабрике к этой дате организовали выставку-дегустацию новых видов продукции, а в зале собралось несколько десятков работников, которых поздравили руководитель района Михаил Полуян и гендиректор предприятия Леонид Пеньковский. Нам удалось получить валовый сбор 18 тысяч тонн зерна при урожайности, 40 центнеров с гектара. Конечно, удалось получить 30 центнеров рапса и получить валовый сбор 3,5 тысяч тонн зерна. Конечно, хорошо сработали в молочном скотоводстве. Значит, если за прошлый год удой молока был 7500 килограмм, то в этом мы уже выходим 8250. Конечно, в преддверии праздника Дня работника сельского хозяйства я хочу поздравить всех тружеников сельского хозяйства, перерабатывающих промышленности с этим замечательным праздником, с праздником Дня работника сельского хозяйства, с праздником урожая. Значит, пожелать им крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов, в том числе и нашему коллективу, работникам нашего предприятия. Десять работников птицефабрики были награждены грамотами Барановичского районного исполнительного комитета Управления сельского хозяйства и продовольствия, общественных объединений и организаций. Еще стольким же работникам было присвоено почетное звание ветеран труда. Ну а главный зоотехник Татьяна Могильницкая была награждена медалью Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Конечно, волнительно, трогательно. Я считаю, что эта награда предназначена всему коллективу. На своем жизненном пути, трудовом, я работаю 34 года в Барановичском районе. На моем пути всегда попадались очень хорошие специалисты, рабочие люди, с которыми мы смогли сплотить коллективы. И всегда мы добивались хороших, высоких результатов в животноводстве. Конечно, радует то, что все-таки по моим стопам пошли мои дети, которые посвятили себя тоже отрасли животноводства. В первую очередь хочу поблагодарить свой коллектив за награду. Это награда всего коллектива. На предприятии я лично работаю уже 14-й год, в должности 4-й. Работа на предприятии очень интересная. Много объема работ, земель, техники у нас более 100 единиц, призывной техники 200 единиц, коллектив более 10 инженеров в подчинении, людей очень много, люди хорошо работают. Хочется им тоже сказать благодарность. Такие же встречи с председателем райисполкома и его первым заместителем прошли во всех сельскохозяйственных организациях района. За добросовестные труды в связи с профессиональным праздником награды получили 130 человек. Елена Ракут, Людмила Салдина, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. О том, с какими итогами Барановичский район завершает подходящий к концу сельскохозяйственный год, наши корреспонденты поинтересовались у председателя Барановичского районного исполнительного комитета Михаила Полуяна. Хочу сказать, что по итогам 2020 года намолот зерна, зерновых, колоссовых и кукурузы составил более 191 тысячи тонн. Урожайность составила 48,9 центнеров. Добавку к уровню 2019 года превысило 16 тысяч тонн зерна. Впервые на Барановичской земле мы получили самый высокий вал масла семян рапса, 20 тысяч тонн, с урожайностью 33 центнера с гектара. Конечно, завершили и другие сельскохозяйственные работы. Благодаря тому, что были неплохие погодные условия в сентябре и октябре, мы успешно справились с заготовкой кормов. И на каждую условную голову заготовили почти 29 центнеров кормовых единиц. Сегодня приятно, что Барановичский район впервые в 2020 году перешагнет 6-тысячный рубеж. Удой на корову по итогам 10 месяцев уже прибавку сделали 300 килограмм и перешагнули 5-тысячный рубеж. Неплохие будут результаты в отрасли молочного скотоводства Барановицкой птицефабрики, где будет удой больше 8-тысяч, более 7-тысяч будет в птицефабрике «Дружба», и более 6-тысяч в трех хозяйствах – это Крошин, КГП и Солович и Агра. В отрасли мясного скотоводства я хочу отметить, что мы здесь тоже имеем темп более 105%. Производство мяса, птицы и крупнорадовского скота составило 68 тысяч тонн. Имеем неплохие среднесуточные привесы в целом. И хочу сказать, что в этом вопросе все сельскохозяйственные организации работают. Менее 600 грамм привеса по итогам 10 месяцев ни в одном хозяйстве нет. Идет большая модернизация в отдельных наших сельскохозяйственных организациях. К примеру, птицефабрика «Дружба» идет модернизация бывшего свинокомплекса под бройлерные цеха «Белые луга». В Столовичах Агра построена молочно-товарная ферма на 895 голов. У нас новое предприятие образовалось, общество с ограниченной ответственностью «Белдан Агра», которое строит свиноводческий комплекс на 5 тысяч голов. Поэтому в целом хочется сказать в канун нашего профессионального праздника слова благодарности труженикам села, сказать им большое человеческое спасибо за работу. Год был непростой, но тем не менее мы с задачами сегодняшними справились. И я хочу пожелать всем вам, а в вашем лице, вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, добра и достатка в каждом доме. 15-й ежегодный конкурс работы исследовательского характера с наукой в будущее среди школьников прошел в Барановичском районе. Подробности в нашем следующем сюжете. Особенностью нынешнего конкурса исследовательских работ стала дистанционная форма его проведения. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было решено, что участники представят свои работы по видеосвязи из своего населенного пункта. Но жюри, разделившись по десяти различным секциям, от литературоведения и истории до физики и информатики, будет коллегиально выбирать победителей на базе районного учебно-методического кабинета. Работы, которые попали сегодня на районный уровень, прошли тщательный отбор на местном уровне, в школах. Также каждая работа проверяется на уникальность. То есть мы уже с детства детей приучаем о том, что есть культура написания таких работ и стараемся отсеивать плагиат. Проведение данного вида конкурсов проводится с целью развития, во-первых, речи детей, умения логически мыслить, умения аргументировать, умения доводить свою точку зрения. И надо сказать, что у детей это очень хорошо получается. Всего в конкурсе приняло участие 20 учреждений образования Барановичского района. Школьники представили около 40 работ. Темы самые разные. К примеру, ученица Столовической школы Наталья Хорошко свое исследование посвятила белорусской азычной рекламе. А вот ученик Мирской школы Александр Зарожный темой своего исследования выбрал белорусскоязычные подкасты как информационно-образовательный контент для современных школьников. Конкурс проходил в течение двух дней. По его итогам, в каждой из секций были выбраны лучшие работы, которые в дальнейшем отправятся на областной этап конкурса. К слову, в прошлом году работы школьников Барановичского района завоевали три призовых места на областном и одно на республиканском уровне. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и приятных выходных дней.